Проблема полипила – это проблема, возникшая достаточно давно в клинике внутренних болезней. Что связывали с созданием полипила? Полипил – это одномоментное наличие в одной таблетке нескольких активных начал, которое, как предполагали создатели, будет способствовать а. повышению приверженности к лечению, а повышенная приверженность всегда снижения жестких конечных точек, сердечно-сосудистая смерть, сердечно-сосудистые события, вообще общая смертность. И, с другой стороны, больше процент достижения суррогатных точек, то есть контроля давления, уровня липопротеидов низкой плотности, ночного давления в том числе. Поэтому полипил – бесспорно это шаг вперед, это проблема, с которой, или вернее это инструмент, который позволяет решить одну из самых актуальных проблем. Первая проблема – это достижение целевого уровня липопротеидов низкой плотности. Вторая проблема – это достижение целевого уровня артериального давления. И мы еще далеки от совершенства, или далеки от успеха в решении этих вопросов. Что мы сегодня предлагаем в решении вопроса полипил? Вопрос первый. Говорить очень долго и пространно об этой проблеме, наверное, потерять интерес в зале. Мы говорим, мы будем отвечать на конкретные, простые вопросы. Волнующие врача первичного звена, ответы должны быть простыми, четкими и ясными. Самый передовой опыт в решении именно такой постановки вопроса – это high-speed session, высокоскоростные сессии. Вы увидите совершенно новый педагогический прием, который будет использован на нашем конгрессе. Мы будем говорить конкретный вопрос, конкретный ответ, после чего у каждого слушателя будет возможность беседовать напрямую с автором конкретных ответов на конкретные вопросы, а потом будут подняты самые тяжелые, не имеющие однозначного ответа вопросы в клинике внутренних болезней. Проблема полипила – это центральная проблема high-speed session, высокоскоростной сессии. Мы очень надеемся, что вы услышите гнятные, простые и четкие ответы на важнейшие вопросы, поскольку полипил начинает совершенно новую страницу. Спасибо за внимание.